Шестая глава книги пророка Осии, и мы читаем ее в рамках проекта Экзегет. Я читаю свой собственный перевод. В конце пятой главы говорилось о том времени, когда израильтяне все-таки захотят познать Бога, а когда они начнут его искать. В шестой главе и в седьмой следующей описывается, что, собственно, будет тогда происходить. Скажут они тогда, пойдемте, вернемся к Господу. Он разодрал, но Он и исцелит нас. Он поразил, но Он и перевяжет. За два дня нас к жизни вернет. В третий день вас ставит, и будем жить. Перед Его лицом будем познавать Господа, устремимся к Его познанию. Вот главная идея. Зачем нужно наказание от Бога? Для того, чтобы Бог смог отомстить, удалить свою ярость, злость на человека. Ну, часто понимают так. Но здесь наказание, средство заставит людей к Нему вернуться. Он разодрал, но Он и исцелит. Он поразил, Он и перевяжет. И здесь, конечно, вот этот образ за два дня вернет к жизни и в третий день вас ставит. Похожий на историю о воскресении. Можно его взять как некий прообраз. Но дело даже не в том, что похоже. Да, потому что похожего может быть много. Здесь мысль о том, что люди, оставленные Богом, они как бы умирают. И подлинная жизнь, она заключается в Его поиске. Когда они это понимают и говорят, будем познавать, устремимся к Его познанию, собственно, они и начинают жить. Достоверен Его приход, как утренняя заря. Явится Он к нам, как дождь, как весенний ливень землю росит. Ну, вот такие очень приятные образы. Тем более, что Палестина, Израиль – это очень засушливые местности. Дождь там совершенно необходим. Что мне делать с тобой, Ефрем? Что мне делать с тобой, Иуда? Два главных племени на севере и на юге, соответственно, обращаясь к ним, обращаясь ко всему народу. Верность ваша, как утреннее облачко, как роса, что тает на заре. Смотрите, какой интересный образ, перекличка образов. Бог приходит как заря, как утренний дождь. И человек, вроде бы, готов ему ответить, но как роса. Да, вот, как та крохотная капелька влаги на стебельке травы, которая сама собой немедленно высыхает. Поэтому я вас пророчествами рассекал, поражал вас словами уст моих. Да, то есть, вот, такое избиение словами. Ситуация, когда Бог буквально крушит, но крушит словами, а не поступками. И поступками, может быть, тоже. Но прежде поступков идут слова, которые отражают его волю. И дальше очень красивые и верные слова. Суд над вами разгорался, как свет, ибо я требую верности, а не жертвы. Познание Бога выше всесожжений. Верности в традиционном переводе милость обычно звучит, но это еврейское слово хэсэд. Давайте на этом чуть-чуть остановимся. Суд над вами разгорался, как свет. Что же хорошего в суде? Суд, особенно для того, кто подсудимый, это вещь крайне неприятная. Это ситуация, когда ты можешь очень многое потерять, и когда о тебе хорошего-то особо не скажут. Но суд, как свет. Свет, то, что являет тайное. Свет, как надежда на новое начало. И вот в бедствиях, которые понимаются, как Божий суд, эта надежда на новое начало, безусловно, есть. Она появляется, она возникает, она приходит. И она, как, собственно говоря, сказано дальше, объясняет, вот эта ситуация суда, эта надежда на что-то лучшее, объясняет, что, собственно, требуется. Я требую верности, а не жертвы, говорит Господь. Познание Бога выше всесожжений. Верность, как линия поведения. Верность, как некий принцип жизненный. Да, можно приносить жертвы. Всесожжение – это та жертва, при которой туша животного полностью сжигалась. Но есть вещи, которые важнее ритуальных вот этих действий. И эти вещи, они заключаются как раз в линии поведения, верность по отношению к Богу и его познание. И дальше он обличает, собственно говоря, этих людей. Они, как Адам, нарушили завет. Ну, понятно, то есть Адам, который нарушил прямой запрет на вкушение плода, здрева, познания добра и зла. И с тех пор, собственно, каждый, кто подобные вещи делает, он является нарушителем этого завета. И так изменили мне. Злодеи обитают в Гелиаде, название местности, полном кровавых следов. Как грабители, что в засаде залегли, так и свора священников. Убивают путников на Шихемской дороге, мерзости творят. Священники сравниваются с разбойниками. Мы не знаем точно, что там происходило. Действительно ли они промышляли разбоем. Бывало, наверное, и такое в истории. Но во всяком случае, что эти самые священники ничего хорошего для своего народа не дают. И, может быть, это не в прямом смысле слова. Они нападают на караваны с ножами, саблями и всем прочим. Но тем, что они делают, теми культами, которые они устанавливают не по Писанию, не по тому, как, собственно, Господь это заповедовал, а как им нравится самим, а как это выгодно, приятно, удобно людям. Вот этим они каким-то духовным образом убивают людей. «Ужасное вижу в доме Израилевом блуд Ефрема, осквернение Израиля. И тебе, Иуда, будет жатва, когда верну благополучие народа моего». Вот здесь Израиль, Северное царство, скорее под угрозой. Об Иуде говорится что-то хорошее. «Когда вернется благополучие народа, то и тебе будет жатва, то есть ты получишь, соберешь какой-то урожай». Ну вот, вновь отмечу, что к своему народу Иосе суровее, чем к соседнему, к Иудейскому. Но в конечном счете исцеление касается всего этого израильского народа. «Когда исцелю Израиль, откроется беззаконие Ефрема». Уже мы начали с 7 главой, потому что 6 маленькая. «Злодейство Самарии, они творят обман. В дом проникает вор, на улице грабят разбойники». Вот исцеление Израиля, оно начинается с того, что эти вещи становятся видимыми. Очень часто мы скрываем проблемные места, позорные места, преступления и все прочее. Лучше этого не знать. Лучше не обращать внимания. Разве не так? Конечно, не так, потому что возможность это заметить, возможность назвать зло злом, есть, собственно, первое и непосредственное условие исправления этого зла. Пока зло не выявлено и не названо, оно не может быть изменено, оно не может быть исправлено. И вот везде, внутри, снаружи, обман, воровство, грабеж, убийства только что упоминались, хотя, возможно, не в буквальном смысле слова. «Не помыслят в сердце своем, что я припомнил им все их зло. Обступили их ныне их же дела, всегда они пред моим лицом». То есть, вот эти дурные поступки, эти пороки, эти преступления, они не то, что навлекают на людей наказание от Бога, они и есть в каком-то смысле наказание. Когда человек живет вот в этом обществе, погруженном в хаос, в насилие, в ненависть, в раздоры, ему плохо в этом. Это и грех, и наказание за грех. Да, вот часто люди пытаются описать эту формулу наказания. Ну, как в детском саду, там, чего-то там сделал нехорошее, в угол отправили, да, компоты лишили. Вот люди как-то плохо себя повели по отношению к Богу, он их в угол отправил, компоты лишил, ну, на свой лад. Не совсем так. Здесь, скорее, идет речь о том, что вот эта жизнь по законам преступления уже как тяжкое бремя, как какой-то кошмар. Ну, вот представим себе жизнь в какой-нибудь африканской стране, там, вроде Сомали, где нету централизованного правительства, не действует закон, где вооруженные банды ходят по улицам, грабят, убивают, насилуют. Хорошо ли им самим? Да нет, вот есть такая спираль преступлений, когда уже и вырваться невозможно, и внутри невыносимо, да? Это относится к отдельным людям и к целым народам, государствам и странам. Вот здесь что-то подобное мы, похоже, видим. И вместе с тем, при том, что эти преступления творятся, своим злодейством увеселяют царя, своей ложью князей. То есть, оказывается, верховная эта власть вполне себе согласна и находит какое-то удовольствие. Э, как они здорово-то повеселились, ребятки наши. И ведь вот действительно бывает так, я не буду уж приводить какие-то актуальные примеры, что беззаконие становится вполне нормой для власть имущих. И не просто нормой, а весельем. Это вот такое циничное, глумливое подхихикивание. Да, ну и чего они могут? Вся сила в наших руках. Блудом они разжигаются, как печь, в которой пекарь развел огонь и уже не раздувает его, пока замешанное тесто не взойдет. Ну, то есть, там печка сама горит, можно уже ничего не делать, пока растапливаешь ее, да, там приходится поддувать, помахать, чтобы приток был воздуха. А когда загорелась, тяга хорошая, уже ничего не нужно. И что же за замешанное тесто не взойдет? То есть, вот урожай, такой образ или мера, которая должна переполниться, прежде чем Господь в это вмешается, вот это все скоро будет действительно явлено, а пока они просто, как вот эти вот самые дровишки в печи потрескивают, и там сами себе горят, но тесто будет, да, но пекарь вмешается в процесс. На празднестве нашего царя князья до болезни распаляют себя вином и руку негодяям подают. Ну, то, что пьянству грех, это понятно. А еще, кажется, руку негодяям подавать, это плохо. Даже самому творить негодяйство, это может быть, ну, еще как-то можно объяснить, но когда ты принимаешь негодяйство от другого человека и считаешь это нормой, это ничуть не лучше. Сердце этих заговорщиков, как тлеющая печь. Всю ночь пекарь спит, а утром раздувает в пламя уголек. Ну, то есть, да, остается от предыдущего выпекания хлебов, ну, какое-то небольшое количество углей, и чтобы утром заново зажечь печь, подкладываются дрова, а эти угли раздуваются. Вот, получается, что этот огонек, уголек греха, здесь с угольком сравнивается именно греховная склонность, они всегда готовы, да, они, может быть, тлеют там под слоем золы, может быть, неприметны, но этот огонь в них есть. Все они, как раскаленная печь, пожирают правителей своих. Все цари их падут, никто из них не взывает ко мне. Интересно, что пожирают правителей своих. Это про революцию? Да, наверное. Но революционность, ну, это смена правителей, причем не просто смена была, один правитель стал другой, а именно пожирание правителей, именно уничтожение. Здесь рассматривается как прямое следствие вот этого положения дел. Вот когда для царей и князей грех – это веселье, тогда вот этот режим, созданный на подобных, основанный на подобных принципах, собственно говоря, их и пожирает. Не враги какие-то там, масоны с запада, большевики из Германии в запломбированном вагоне, а вот внутренний огонь, внутренний уголь, который может под пеплом золы долго тлеть, который, может быть, раздут в новое свежее пламя. Вот если этот огонь внутри есть, то и страна, и ее правители погибают, они пожираются этим огнем. Вот что, собственно говоря, пророк Осия нам здесь в 7 главе и хочет сказать, а в следующий раз мы продолжим чтение 7 главы.